Продолжение следует... Я знаю, что они есть, я их не отрицаю, но это не отменяет тот факт, что War Thunder хорошая игра, несмотря на все свои недостатки, про которые я сейчас вам и, соответственно, постараюсь рассказать. И давайте начнем с первой проблемы, а именно старые боевые рейтинги и система баланса по этим самым боевым рейтингам. Для кого-то это будет новостью неожиданной, но оказывается, в War Thunder с самого начала своего существования есть такая система, как боевые рейтинги, и они закидывать вас могут плюс-минус один боевой рейтинг. Что это значит? Например, возьмем танк боевого рейтинга 7-0, предположим, Т-44-100. Вас может по этой старой системе закинуть против 6-0, соответственно, вы будете в топе и разносить все будете налево-направо, а можете попасть против боевого рейтинга 8-0. И, скорее всего, получать только звездюлей в ответ. Но также вы можете попасть и в другие боевые рейтинги 6-3, 6-7, 7-0, 7-3, 7-7. Соответственно, вот такая вот система баланса по боевым рейтингам у нас с вами имеется в игре. С незапамятных времен, напоминаю, то есть практически с самого начала или даже с самого начала, потому что я пришел в War Thunder не прям с самого его старта. Чуть-чуть попозже меня пригласили, собственно, поиграть попробовать, мне понравилось, и я, собственно, начал играть. Тогда еще танков не было, хорошие были времена, только авиация. А когда танки появились, типа, вау, они переворачивались, а в картошке нет. Короче, ладно, это уже совсем ностальгия. В общем, на мой взгляд, данная система уже, скажем так, не работает, потому что введено настолько много новой техники, и вообще, в принципе, количество техники в игре настолько огромное, что плюс-минус 1 БР, ну, мягко говоря, не очень актуально. К тому же, кто бы что ни говорил, типа, о-о-о, War Thunder умирает, War Thunder загнется через месяц, у War Thunder выключатся сервера, у War Thunder там это, у War Thunder там то, игра умирает, загибается. Нет, друзья, она не загибается. Достаточно много нового народа уже пришло в игру, и, соответственно, онлайн у нас в среднем вырос. И раньше он у нас составлял, там, грубо говоря, от 30 до, там, 60 тысяч человек. За редким исключением, в какие-то, там, праздники или выходные, или еще эвенты на все это накладывались, поднимался он максимум, там, до 80 до 75 тысяч человек. Сейчас же, как вы можете заметить, онлайн у нас поднимается и за сотню тысяч человек, соответственно, ну, как бы, загиба тут никакого нет, онлайн растет. Да, это много новых именно игроков, но тут, как вы, извините, куда деваться онлайн, ну, как бы, статистика-то есть, да, то есть онлайн у нас вырос. То бишь, у нас есть больше возможностей, более каких-то интересных решений по поводу этих самых боевых рейтингов. Ну, потому что можно понять, да, то есть система плюс-минус 1 БР, помимо того, что улитки официально, вроде как, говорили давненько, это решение было принято для того, чтобы игрокам было интереснее воевать друг против друга на разных боевых рейтингах против разных машин. То есть, чтобы у вас не было такого, что вы постоянно попадаете, там, в топ или немножечко ниже своего боевого рейтинга, но при этом можете все равно всех нагибать налево-направо. То есть, сделали так, чтобы вы еще и страдали. То бишь, чтобы было немножечко интереснее, чем просто тупо одной кнопкой нагибать всех подряд. И, помимо этого, благодаря маленькому онлайну, который раньше был в игре, немного ускорялся поиск этих самых боев, чтобы вы могли в него попасть. Те, кто помнит, раньше, ну, примерно минутку-полторы посидеть, подождать, когда вас закинет в бой, это было в целом нормально. Сейчас же, даже если у вас галочка не стоит в подключении к идущим боям, вы можете попадать в бой, там, секунд за 10, 15, 20, там, ну, минуты, это уже прям редкость какая-то, во всяком случае. Я, как стример, который играет каждый день практически, не замечал такого, чтобы меня, там, закидывало слишком долго в игру. За исключением, конечно, броских боев и авиации. И что мы с вами имеем? Старая система, которая в нынешних реалиях требует замены или каких-то поправок. То бишь, например, уменьшить шаг боевого рейтинга. Также могу добавить, что благодаря тому, что очень много техники в игре сейчас существует, и самолетов, и танков, и все это на одном поле боя, да, именно, если рассматривать реалистичные бои, данная система не очень актуальна, потому что появляются машины, которые, ну, на голову выше, чем та, на которую вы хотите поиграть. Например, опять же, если брать ту же Т-44-100. Сам по себе танк, он как бы прикольный, у него вроде броня есть, причем багованная, при этом отличное орудие, перезарядка, снаряды классные, подвижность отличная, вообще прям замечательный танк. Но когда попадаешь против боевого рейтинга 8-0, скажем так, против вертолетов Т-44-100, и птуровозок, и ломиков уже начальных, ну, как-то, мягко говоря, не очень играется. И мне кажется, что пора понижать шаг забрасывания в боевой рейтинг, то бишь, делать плюс-минус, например, 2 шага 7-0, может попасть только против 7-3 и 7-7, и, соответственно, тоже самое в обратную сторону, против, получается, 6-7 и 6-3, то есть против 6-0, чтобы он не попадал уже. Я думаю, что такой шаг, в принципе, может немножечко улучшить ситуацию по закидыванию вас в бой, и более адекватные противники против вас будут воевать, соответственно. Плюс сделать для некоторых машин так называемый льготный боевой рейтинг. Например, тот же Маус, всеми любимый Маус, который нельзя уже прокачать, но, тем не менее, ну, это я как пример беру, танк, который невозможно никак забалансить. Если ему поднимать боевой рейтинг, он будет страдать еще сильнее, чем сейчас страдает. Кстати, ролик «Почему Маус говно» я выпускал отдельно, вы можете его посмотреть у меня на канале. И если ему снижать боевой рейтинг, он станет слишком эмбовым, потому что как вы будете на 6-3 воевать против Мауса? Например, на обычной 44-ке, предположим, или на какого-нибудь першеньке. Ну, то есть, это прям вообще, ну, жесть. Хотя, даже на першеньке можно против него воевать. Но это уже совсем другая история. То бишь, надо сделать так, чтобы Маус играл только на 7,7, не выше, потому что 8-0, опять же, это уже вертолеты. И это птураблоски, то бишь, вы ничего против них противопоставить не сможете. Ну, и, соответственно, не забываем про авиацию. Она на больших боевых рейтингах тоже достаточно спиртоносная. Но при этом надо сделать так, чтобы Маус и не попадал против слишком слабых противников. То бишь, чтобы он не попадал против боевых рейтингов 6,7 и 7,0. То бишь, сделать ветку Мауса льготной. Он, то есть, должен попадать только на 7,3 и на 7,7. Не выше, не ниже. То есть, тогда его можно будет забалансить. Соответственно, некоторая техника в War Thunder тоже является не самой лучшей, скажем так, да, и играть на ней тяжело. То бишь, вот этот пласт боевых рейтингов, которые пересекаются, как бы, послевоенная техника с техникой Второй мировой войны, надо сделать, чтобы они, как бы, пересекались меньше. Соответственно, ввод этих новых боевых рейтингов сможет решить также и эти проблемы. Ну, еще можно, конечно, ввести такую же систему, как на флоте сделано. То бишь, разделить малый флот и крупный флот. Только в наземной технике это получится техника довоенная, военная, поствоенная и, типа, современная эра. То бишь, сделать так, чтобы эти танки не воевали друг против друга. Это, конечно, другие проблемы принесет. Невозможность поиграть на поствоенной технике. Ну, имеется в виду не то, что вы не сможете вообще в бой зайти, а в то, что вас будет дольше намного закидывать. Потому что пласт игроков, который уже вкачал топовые боевые рейтинги и пласт у которого еще довоенная-военная техника Второй мировой, он как бы так сильно разделится и между ними будет, скажем так, пропасть. Ну, то есть это совсем другая проблема. Это просто как я предложил отдельный вариант решения этой проблемы. Но в любом случае, я думаю, многие со мной согласятся, что нужно заменять систему боевых рейтингов. Надо что-то по-новому пересматривать, придумывать. И вот, собственно, некоторые варианты я предложил в данном ролике. И надеюсь, что разработчики прислушаются ко мне. Ну, и к вам, наверное, тоже, потому что, опять же, повторюсь, многие из вас, скорее всего, поддержат меня. Пишите об этом в комментариях. Далее. Вторая проблема, которая имеется в игре. Точнее, отсутствие новых режимов. Что я имею в виду? War Thunder с момента своего запуска имеет, грубо говоря, 2-3 режима игры, которые не менялись. Конечно, улитки экспериментировали немного. Добавляли, например, ту же мировую войну, которая немножечко все-таки маленькая, но все-таки разнообразие приносила в игру. Но нового мы ничего с вами не увидели. То есть, почему нельзя, например, сделать какой-нибудь режим, ну, не знаю, конвой. То есть, едет бронетехника ботов по какому-то определенному участку, а вы должны ее сопровождать. Например, авиация прикрывает воздух, да, и проводит разведку. Наземка сопровождает, собственно, этот конвой. Команда противника делает засаду. Авиация должна это все спалить. Но при этом, там, у противника есть зенитки, которые по этой авиации начинают стрелять. Опять же, это какое-то мое предположение, что можно было бы добавить, да, в игру. Ну, короче, другие режимы. Нам нужны другие режимы, нам нужно больше разнообразия. Или, например, сделать так. Вы заходите на обычную карту, ну, которая у нас есть в игре. Отдельно про карты мы, кстати, тоже поговорим. Но немножечко побольше. Короче, берете карту, но она будет без точек. Танки и союзные, и противника рессуются рандомно на карте. То бишь, не всегда только в одной точке, там, типа, только внизу карты или только вверху карты. А где угодно они вы можете ресснуться. Когда все появились, игра вам подкидывает рандомную точку рандомно на карте. Например, сделать точек 15 в разных местах, где она может появиться. Ну и, соответственно, вы должны будете ее захватывать. Данная механика подобная была уже в игре, имеется в виду с рандомными точками. Раньше, очень-очень давно, 2013-2014 год, была точка D. Вы, наверное, замечали в приказах, когда по радиопереговорам можно будет выбрать пункт атаковать или оборонять точку D. Соответственно, когда она появлялась на карте, вы на нее заезжали, захватывали, и у команды противника четвертичков сразу списывалось. Какой-то маленький интерактив и, как бы, более активный геймплей это все-таки приносило. В конце концов, это было приятно и более интересно, чем просто, как бы, классический режим с тремя захватами или с одним захватом. Ну, серьезно, нам нужны новые режимы. Вот, как бы, пару вариантов я вам предложил. Что вы думаете, кстати, пишите в комментах по поводу этих моих вариантов и предлагайте свои. Опять же, я думаю, что здесь тоже многие согласятся со мной, что разнообразие в режимах — это хорошо. И, кстати, по поводу именно самого режима, то есть аркада, РБ и СБ. Я тут соглашусь с алканавтером, он уже давно об этом говорил, что надо вводить в игру реалистичные бои с маркерами. С одной стороны, у нас будут проблемы с онлайном, потому что игроки, хоть нас и стало больше в игре, да, онлайн поднялся, но не настолько, чтобы можно было размазать этот онлайн по четырем разным режимам. Ну, все-таки какая-то проблема в этом будет, но я думаю, что не такая уж она будет серьезная. То бишь, сделать РБ с маркерами, как это было, соответственно, до 2015 года, когда маркера в РБ убрали. Все спокойно играли, то есть у нас будет характеристики техники как в РБ, то бишь, ну, там, подвижность вот этого вот все, но останутся маркера. То бишь, засвет противника будет происходить, вы будете видеть, где он едет, ну, имеется в виду по маркеру, но у вас не будет этого чертового светофора из аркады, то есть вы будете целиться сами все равно. Таким образом, можно устранить еще одну проблему, а именно крысерство на картах, ну, об этом чуть попозже. То бишь, сделать просто четвертый режим для разнообразия, как бы, кому-то будет интересно, лично я бы, кстати, наверное, бы в него перешел, потому что раньше, ох, аж это 2014 год, там так хорошо было в тундре, и с ифтеры фугасами маусов убивали, хвары падали рядом с танком в 10 метрах и ваншотали его. Но, короче, об этом как-нибудь потом поговорим. То бишь, вот такие вот варианты простые, вроде, с одной стороны. Реализовать их можно, опять же, динамические точки на картах уже были, то есть механика это была, и я думаю, внедрить обратно будет не так уж и сложно. Правда, я, конечно, не игровой разработчик, я не знаю, насколько это сложно, но, тем не менее, я думаю, что больших проблем у студии возникнуть не должно, чтобы ввести что-то новое. Так что, будем ждать, и я надеюсь, что улитки, опять же, прислушаются к этому варианту. Третья причина, про которую я хочу вам рассказать, это постоянный нерв вооружения и техники. Я, конечно, понимаю, что разработчики очень часто ссылаются на то, что мы сделали это, исходя из серверной статистики, то бишь, куча игроков играет, статистика какая-то собирается, какая-то техника сильно нагибает, какая-то не сильно нагибает, но все же, мне кажется, надо немножечко прислушиваться к игрокам, но к адекватным, скажем так, потому что люди, которые орут, что FV4005 не должна ваншотать, мягко говоря, не совсем разбираются, что такое хэш весом 72 килограмма и у которого на борту находится 21 килограмм взрывчатки. Такой снаряд должен убивать ваншотом танк, куда бы ты ему не попал, потому что там такое воздействие фугасное, именно от взрывчатки и бронепробития, что просто танк, грубо говоря, раскалывается на 2-3 части и чё, блин, на нём воевать нельзя. Всё, даже если экипаж выживет каким-то чудом. Соответственно, какие именно проблемы в нерфе? Во-первых, авиация постоянно поднимает очки возрождения, то бишь, чтобы взять самолёт с управляемым вооружением, наверное, на топах, теперь нужно почти 800 очков возрождения. Лично для меня это не такая большая проблема, но для многих игроков, к сожалению, большая, особенно на топах, потому что на топах очень много крыс, но опять же, это немножечко попозже. Далеко не все могут накопить на самолёт с хорошим вооружением. Тут надо, как бы, пересматривать всю эту систему очков возрождения или, может быть, даже её отменять вообще. То бишь, нужны какие-то продвижки в сторону этой проблемы. Надо какой-то компромисс находить для всех боевых рейтингов, для всех режимов. Далее, постоянный нерв фугасов, постоянная переработка новых механик. Сейчас, кстати, новая механика уже должна быть в игре, либо вот-вот уже появится. Я просто не знаю, когда ролик выйдет, запустят ли уже новое фугасное воздействие, избыточное давление, про которое я делал отдельный ролик. Кстати, вам советую тоже его посмотреть, чтобы понять, что же нас с вами ждёт в тундре. То бишь, по идее, вкратце, данная механика должна улучшить фугасное воздействие и сделать более правильный урон фугасами. Но как это будет реализовано, пока неизвестно. Ну, в любом случае, вы, наверное, замечали, что раньше фугасными снарядами можно было убивать намного более эффективно технику, чем сейчас. Например, давайте возьмём какой-нибудь КВ-2, да? Многострадальный КВ-2, который сейчас является кусочком какашечки засохшим, потому что КВ-2 стал практически неиграбельный. Что на фугасах, что на камбранниках, в принципе, не важно. Абсолютно бесполезный танк, на мой взгляд, который не особо способен бороться с противником даже на своих боевых рейтингах, даже если попадает в топ. Ну или, например, Зверобой на фугасах тоже не особо такая эффективная машина. Лучше там играть на камерных снарядах, это будет намного эффективнее, намного надёжнее. А если, например, посмотреть на Брумбар, с ним, в принципе, всё нормально. Он достаточно мощный, снаряды у него хорошие, и они наносят адекватный нормальный урон. Хотя не всегда. Брумбар иногда тоже косячит. Но именно вот за Брумбаром я особо так не заметил больших косяков. А вот, например, если взять японскую артиллерию, тип 75 СПШ, у которой ещё более мощные фугасы, чем у Брумбара, потому что там 9 с хреном килограмм взрывчатки. И они как бы не особо наносят уран. Как бы вроде, знаешь, такой, в танк прилетает 10 килограмм тротила, и как бы, ну и ладно. Полемёт-гусеница. Или полемёт-стрелок-радист. Или ещё какая-нибудь фигня. Триптикс там ещё сломает. Ну что это такое? Ну 10 килограмм взрывчатки должно так разносить, что мама не горит. Надеюсь, опять же, новая система фугасов частично хотя бы, надеюсь, исправит эту проблему, чтобы фугасницы снова стали нормально играться. Соответственно, надо прекращать нерфить всё подряд. Потому что раньше, опять же, я вот уже ностальгировал в этом ролике по поводу того, как раньше работал ИС-2 фугасами. То есть практически любой танк, который вы могли встретить в рандоме, выкатывается на вас, а у вас заряжен фугас. Вы берёте ему под днища, кидаете, и всё, танк ваншотается. Или стоит, например, Маус рядом со зданием, да? Близко к зданию, к стене. Вы стреляете в это здание, вот в стену за Маусом, и осколками от взрыва прошибаете ему броню через МТО, например, и подрываете ему боекомплект. Блин, отлично же. Фугасы мощные, классная штука. Почему бы и нет? Почему бы не вернуть старые значения? Никто вроде не жаловался особо. Было прикольно. Опять же, урон ракетами. Вот вели сейчас Маверики, да? АГМ-65. Вроде кажется, ну, типа, должны быть имбовыми и всё такое. Ну да, они, типа, запустил её, а она долетела до цели. Но она не всегда его ваншотает. То есть ракет, в которой огромное количество взрывчатки, 850 миллиметров пробоя, да? Не ваншотает. Бывает, а там просто топливный бак уничтожил танку. А танк дальше едет спокойно и всех расстреливает. Ну, замечательно. А Хвары? Те же. Хвары раньше, они убивали танки там. Ты даже в танк не должен был попадать. Прямо вот прямым попаданием не обязательно было по танку стрелять. Можно было рядом с ним кинуть, убивало. Пантеры расшибало. Тигры взорвались. Ну, то есть, ну, было нормально. Ну, как бы всех это бесило. Типа, о, чёртовы самолёты, ненавижу самолёты. Ну, как бы у вас зенитки есть, постреляете по самолётам зенитками. Почему нет? Хватит нервить снаряда. Это, блин, убивает геймплей. Убивает некоторые классы техники. Опять же, фугасницы практически все неиграбельные сейчас. Сейчас играбельно только более-менее брумбар. Всё? Это обидно. Я надеюсь, что вы тоже в этой теме меня, собственно, поддержите. Четвёртая проблема, которую я вижу в игре, это отсутствие борьбы с крысами. Ну, практически полная. Я знаю, что многие из вас ненавидят меня и не смотрят меня, возможно, из-за этого. Потому что я бомблю постоянно на крыс. Каждый стрим, почти каждый бой. Но это не из-за того, что я там, я киберкотлет, а не люблю, когда кто-то сидит. Я не заставляю вас играть. Ребята, вы играете сами. Просто я, исходя из опыта игры, которого у меня около шести лет, да? Я всё-таки больше шести с половиной тысяч часов в War Thunder наиграл. Я нашёл самую лучшую тактику. Это активный геймплей. Никогда не сидите, не крысьте. Да, есть классы техники и сами некоторые машины, которые, ну, не очень играются в активный геймплей. Например, тоже Т-95. Ну, активно на нём, мягко говоря, особо не поиграешь. Но, тем не менее, люди сидят на респаунах. Люди заезжают за полтора-два километра на некоторых картах за респаун. То есть они уезжают ещё дальше в угол карты, чтобы встать на какой-нибудь холмик и там стоять. А пока они всё это делают, их команда сливается, потому что эти союзники не могут им помочь. И потом прилетает авиация и эту крысу добивает. Ну, то есть он приехал, сделал там, не знаю, один-два фрага и его взорвал самолёт. Это геймплей, что ли? Это разве интересно? Но при этом потом чувак этот бежит на форум и орёт, что, типа, экономика плохая. Ох, ребят, не знаю. Мне кажется, надо очень сильно перебалансить многие карты. Убирать эти места снайперских крыс и так далее, которые находятся за респаунами. Убрать это всё. Просто вообще там поставить скалы, не знаю, противотанковые ежи. Чё угодно поставить, чтобы главным туда перестали ездить. Чтоб люди ездили на точки. И обороняли точки, атаковали точки, объезжали противника с борта, с кормы, там, неважно. Главное, чтобы они катались хоть куда-то. Закрыть нахрен все точки вот эти непонятные, куда люди пытаются всё время залезть. Потому что они там посмотрели видос. Ой, там такое снайперское место. Я сейчас там приеду на Леопарде 2А6, буду там стоять. Ну, что это такое, ребят? Ну, это даже не серьёзно. Особенно эта проблема чувствуется на топовых боевых рейтингах, ибо там танки позволяют это делать. У танков огромный пробой, у них отличная баллистика, зум, тепловизоры и так далее. Вам не надо даже на нём ездить, по сути, да? Ну, это крыс так думает, что типа, о, я сейчас встану и всех убью. Нет, так не работает. Вы не поверите, но если вы захватите точку, у вас по окончанию боя будет 10% бонус ко всем вашим достижениям. 10% к опыту и 10% к серебру. За один захват точки. К сожалению, если вы сделаете 4 захвата на 40%, у вас не увеличится доход. Но было бы неплохо, чтобы разработчики этот момент просмотрели. Например, каждый захват точки увеличивает на 10% ваш итоговый результат. Мне кажется, это было бы очень в тему. Многие бы игроки бы, наверное, начали кататься. Ну и опять же, ввод режима реалистичных боёв с бракерами тоже бы немножко испортил бы жизнь этим крысам. Ну, они реально, это большая проблема. Я вот лично сейчас считаю, что на топах играть даже нет никакого смысла. Нет смысла тратить огромное количество, десятков, сотен часов, чтобы докачиваться до техники, которая обладает самой лучшей подвижностью, самыми лучшими снарядами, огромным там заброневым воздействием, тепловизорами, там, я там не знаю, скорость поврота башня адская, броня интересная, там, тот же Т-72Б3, например. Он очень бронированный. Хотя все говорят, что, ой, совет, такое говно. Но невозможно играть. Пробовали на них не стоять? Вы пробовали на них ехать куда-нибудь? Или объезжать противника? Они, оказывается, знаете, очень даже неплохо это делают. Да, заднего хода не хватает, ну и чё? Придумывайте какие-то пути объездов, где не надо задним ходом ездить. Ну, то есть, надо что-то делать с крысами. Надо переделывать карты, надо вводить какое-то порощрение для тех, кто играет активно, чтобы они больше смогли зарабатывать. Я считаю, что два вот этих пункта, если их как-то обдумать правильно, придумать какие-то новые фишки в доход, придумать какие-то закрытия путей для крысопозиций, это может очень сильно повлиять на то, что крыс просто станет намного меньше. Причём кратно меньше. А это очень важно. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Пятая причина. Это не очень интересные новые карты. И, скажем так, ну не то чтобы халтурные, как бы я сильно не любил War Thunder, но всё же новые механики, ну, мягко говоря, не особо тестируются до ввода на основной сервер. То есть, мы с вами являемся бета-тестерами до сих пор. Хоть игра как бы вышла, но мы всё ещё с вами тестируем постоянно какие-то новые механики. Вот ввели АГМ-65. Она иногда там подтупливает, не нацеливается. Хотя, возможно, на это влияет то, что там есть особенности наведения у неё. То есть, если вы слишком низко летите, то у неё проблемы с наведением. Надо повыше взлетать. Ну, тогда вас будут зенитки контролить. Опять же, сейчас вот введут новую систему фугасов и избыточного давления. Как это будет работать? Ну, то есть, разработчики вроде как особо не делятся пока какими-то своими наработками. То, что они как бы написали, что типа, ну, это будет примерно вот так вот работать, но не продемонстрировали это. Насколько это как бы эффективно, насколько это хорошо или плохо. Насколько сильно, например, сервера загрузятся в этот момент. Ну, то есть, вот этих моментов мы не знаем. И мы, как стримеры, нам, к сожалению, никакие инсайды не сливают. Но про это я вам тоже сейчас пару слов скажу. Ну, попозже в следующем пункте. И ещё маленький вам секрет открою. Ну, это моя догадка, конечно, я не уверен, что так оно есть на самом деле, но у меня такое подозрение имеется. Каждый год 1 апреля проходит какой-нибудь эвент. Ну, вы сами и так прекрасно знаете, да? Раньше, помните, когда-то давным-давно выходил эвент, когда воевали девяностики против Леопардов 2 А5 и летали вертолёты. Это был один из самых крутых эвентов на 1 апреля. А потом улитки взяли и ввели всё это в игру. То есть мы с вами на 1 апреля зашли и всё это тестировали. А помните, 1 апреля были пиратские корабли? Это было тестирование флота, как будет работать там, типа, попадание, как будет работать много техники на воде, друг с другом взаимодействовать и так далее. Это были тестирования флота. А помните отдельный эвент с НЛО, когда можно было на НЛО летать и сбивать вражеские снаряды и систему захвата целей? Мы тогда с вами тестировали. То есть снаряды, мы их видели, ну, то есть это для зениток с управляемыми ракетами было сделано, для РЛСок. Мы с вами тестировали систему РЛС. Также мы с вами тестировали систему сбития птуров. Потому что раньше ПТУРы и бомбы нельзя было сбить. Отдельно там, постреляв в них. А теперь можно. То есть, каждое 1 апреля мы, по сути, с вами тестируем какие-то новые механики. Я не знаю, что будет на это 1 апреля. Но чую, что какую-то новую механику мы с вами будем тестировать. Рано или поздно, я думаю, будет какая-то система КАЗов. Ну, то есть, комплекс активной защиты по сбитию ПТУРов. Возможно, мы ее уже тестировали в Space Thunder. То есть, в последнем 1 апреля. Потому что там можно было вроде как типа отстреливать. Или там автоматически отстреливалось. Я, честно говоря, уже не помню. Я же с этими эвентами уже запутался. Их было слишком много. Очень много новых механик. Возможно, в какой-то мы уже тестировали КАЗы. Вот в новом 1 апреля я уверен, что мы будем что-то тестировать новое. То есть, улитки не проводят прям глобальных каких-то тестов. То есть, как будто тестировщиков недостаточно, что ли. То ли как-то вот тестовый сервер, они как бы, знаете, он у них есть. У улиток есть тестовый сервер. Естественно, они там тестируют какие-то механики. Они это тестируют там единицами. То есть, там играют, грубо говоря, заходят туда. Там 5-6 разработчиков. Я не знаю, какой штат там у них. Ну, то есть, это явно не глобальное какое-то там полторы-две тысячи человек не участвует в этом. Посмотреть, как эта нагрузка на сервера дает. Посмотреть, как это работает, когда этого много одновременно на сервере и так далее. Мы с вами постоянно тестируем это все. Также вот новых карт. Я не знаю, они на аутсорсе делаются. Или они делаются как бы самой компанией. Возможно, есть какие-то карты делают и так далее. Но, тем не менее, вот последняя карта Северс 13. Она в целом, как бы, вроде неплохая. Но там настолько криво прорисовка идет. Вот Миша Fullfire делал ролик, да, когда он летал на самолете. А там, вы когда летите на расстоянии более 600 метров до земли, вы не видите технику. Она как бы под такой текстуркой находится, и вы не можете на нее навестись нормально. Вы не знаете, где она едет. То есть, там отрисовка вообще какая-то кривая. Почему это нельзя было сделать на тесте? Почему нельзя это было поправить? Времени не хватило, ресурсов не хватило, людей не хватило. Не знаю. Но мы с вами как бы получили в итоге продукт на основу. И баг-репортами, репортами, собственно, поправляем все это дело. Это, конечно, с одной стороны, хорошо. Улитки разговаривают с игроками. Мы как бы говорим, ну, вот проблема, да, надо вот ее решить. Многие, возможно, со мной согласятся, но улитки не очень быстро устраняют некоторые проблемы. То есть, иногда бывает по полгода, по три месяца, по году не справляется какой-то баг-репорт. То есть, проблема найдена, но исправляют ее там хрен знает когда. Возможно, там, конечно, приоритет не самый важный. Какая-нибудь мелочь, например, не так важна, как новая механика, предположим. Или новые звуки. Звукорежиссеры сейчас у Тундры прям прекрасные. Они отличные звуки делают. Но вот недавнее обновление, вот 2.5, которое ввело новое звуковое оформление взрывов, стрельбы с авиацией. Оно же было косячное. Я все равно слушал, как бы, я такой, о, что-то новенькое. Ну, что-то не то. Вот сейчас вот был микропатч, как бы сегодня, вот на момент записи, именно сегодня выходил патч, который исправил звуки. Они стали более-таки объемные, более басистые. И, как бы, стало вот теперь прям как пирожочек, прям вкусненький. Почему нельзя было это изначально сделать? Нужно больше тестирования, но не на основном сервере. Надо все это проводить на тестовых серверках, чтобы большое количество людей оформляло фидбэк. То есть, писали, ну, мне там, типа, не понравилось это, это, это. Улитки приняли, поняли, исправили, показали еще раз. Потом сказали, да, вот сейчас звук, он все хорошо. И сразу вот этот исправленный звук вышел бы уже на основу. И карта бы также вышла бы на основу, уже без проблем с отрисовкой. И так вот касается практически всегда новых механик, каких-то новых нововведений. Нужно больше тестирования. По этому поводу тоже пишите комментарии, мне будет интересно почитать, что вы считаете. Ну и шестая проблема, которую вижу я со своей стороны, со стороны стримера. Нам улитки, к сожалению, не дают никаких инсайнов. Мы узнаем, например, о деф-сервере в этот же день, часа за два, за три. То, что будет деф-сервер. Либо там, конечно, можно написать, типа, спросить, а будет ли деф. А иногда отвечают просто, а мы не знаем. То есть, ну, блин, у стримеров тоже есть личная жизнь, да. То есть, хайп, как бы, пропускать не стоит. То есть, я, например, могу запланировать, там, поход в кафешку, предположим, да, там, у Сашки день рождения. Мы поедем, сядем, мы такой, узнаем, что, хоп, деф вышел, там, новые, там, не знаю, техника, новые механики, надо все это тестировать, смотреть, видосы пилить. А, как бы, почему бы заранее об этом не сказать? Опять же, это из-за каких-то ограниченных сроков или неизвестно, успеют ли подготовить люди, которые занимаются вводом новых патчей и так далее, успеют ли они подготовить их деф к этому моменту. Ну, как-то хотелось бы более, как бы, скажем так, заранее узнавать об этом. И вообще, в идеале, я бы хотел, чтобы улитки со стримерами, во всяком случае, там, крупными, на которых они точно рассчитывают, уверены в них, подписывали МДА, то бишь, договор о неразглашении. Например, нам, предположим, там, не знаю, за 2-3 месяца до выхода патча уже скажут, так, в этом патче будет столько-то техники, вот такие вот машины, такая-то будет механика введена, будет вот это исправлено, вот это исправлено, вот это переделано. А мы уже на основании этого будем готовить ролики заранее. И если у нас еще и будет при этом очень ранний доступ на их самый-самый главный тестовый сервер, на который доступа у нас нет, потому что у стримеров доступ есть только на обычный деф, как и у всех, когда его открывают. Кстати, да, кто не сдал, деф не работает до тех пор, пока улитки его не включат, поэтому, когда вы заходите, там, вам пишут, что аккаунт не активирован для этой учетной записи, не удивляйтесь, это просто деф-сервер выключен. А он выключен практически всегда, вот именно общий деф. А вот их, разработческий деф, нам было бы, мне кажется, интересно. Единственное, что вот подписываешь контракт, а не разглашение, и все, пожалуйста, вот тебе информация, ну, чтобы ты примерно понимал, когда тебе в ролике выпускать, о чем тебе говорить. Какую-то информацию, может быть, надо будет заранее узнать, с разработчиками пообщаться. То есть, нужна более тесная связь со стримерами, чтобы и мы со своей стороны могли подсказать улиткам, как сделать лучше, потому что стримеры — это игроки, которые играют в тундру очень много. Опять же, одного только меня возьмите больше шести с половиной тысяч часов, но, наверное, я могу дать какие-нибудь советы, там, по воду техники. Например, тот же ТТД, топовый ЮАРовский танк, у него нет пулемета. Официальные разработчики говорят, что, как бы, они в документах не нашли наличие этого пулемета, то есть, его не было нигде указано, поэтому они его не ввели. Но для баланса, именно для играбельности на ТТДшке очень сильно нужен пулемет, хоть какой-нибудь, неважно, спаренный, зенитный, хотя бы семерочки, чтобы заборчики сносить, потому что в стоке выкачивать его практически нереально. Очень тяжело, там кумулятивные снаряды, вы никого не можете подстрелить пулеметиком, сбить забор, подсветить противника, тут ничего не можете. Нужно более честное сотрудничество со стримерами. К тому же, я думаю, среди нас, среди СНГ-комьюнити, среди СНГ-стримеров много людей есть, которые могут дать реально годные советы. Мы понимаем, что хочет аудитория, аудитория с нами общается, у каждого, конечно, она своя, но, тем не менее, в общем плане, если нас всех собрать, то у нас очень большой пласт аудитории, очень много вы пишете, там, ой, мне вот это не понравилось, мне вот это не понравилось, мы же можем все это передавать. Но, к сожалению, даже когда мы пишем баг-репорты, ну, то есть пишем, там, типа, на Деве, вот, там, вот эта вот штука не работает. Мы, как бы, это сообщили, это приняли в работу, но, в итоге, это все равно оформляют, как отдельный баг-репорт на сайте, как бы, это вы могли бы сделать. То есть, у нас даже нет какого-то более ускоренного, как бы, донесения информации. Ну, оно в целом есть, но, как бы, донесения информации до самих разработчиков, что именно исправить, у нас, как бы, такого нет. Я, как бы, хотел, чтобы улитки более, как бы, тесно со стримерами сотрудничали в этом плане, чтобы мы были в курсе заранее, потому что это иногда мешает личной жизни, и отчего становится немножко печально. Например, когда я когда-то уезжаю, всегда выходит Дев, или всегда выходит патч уже на основе, а меня нет. То есть, у меня такая большая проблема в этом плане есть. Я думаю, для многих стримеров тоже такая же, как бы, ситуация, скорее всего, складывалась хотя бы раз в жизни. Вот такие дела, ребята, вот такие вот несколько позиций, которые я могу отметить в игре на данный момент. Если вам есть что добавить, пишите это в комментариях, я обязательно почитаю, надеюсь, что разработчики тоже почитают, потому что за нашими каналами следят, за нами следят постоянно. Вот, так что пишите, не стесняйтесь, я думаю, возможно, даже данный ролик пойдет нам пользу. Там, конечно, и мелких проблем еще много, есть что обсудить, но я как бы выделил такие самые основные, которые прям вот, я думаю, что если их решить, War Thunder станет раза в три лучше, наверное. Если прям комплексно все эти проблемы можно будет как-то исправить. Спасибо вам большое, ребят, что смотрели. Надеюсь, вам ролик был интересен. Интересно было послушать, что я думаю про ее минусы. Соответственно, если это так, то не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, в Дискорд, в Инстаграм, на мой Телеграм и в Аст-канал. Все ссылочки есть в описании. С вами был Картаво и Паша Фриман. Всем удачи, хорошего рандома. Пока-пока, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok